Всем привет! Перед вами Cheapest American Mode и 454 Big Block. Это уже вторая версия сетапа от компании Kryptonite, которая с недавних пор переименована в Raven's Moon, в связи с вновь возрастающей популярностью молодой аудитории комиксом от DC, где, как известно, элемент Kryptonite подавляет силу Супермена. Поэтому, хоть устройства вышли и не вчера, но поставляются все еще в упаковках с этикетками прошлого названия компании. О самом сетапе. Состоит он из механического мода Cheapest American с гибридным коннектором, а значит, если вы планируете использовать разные атомайзеры на нем, то внимательно смотрите на плюсовой пин. Он должен выпирать как минимум на 1 миллиметр, чтобы контакт с аккумулятором был безопасный. Само тело мода выполнено из меди, которая окрашена в разные цвета. Например, как у нас, зеленый с черной кнопкой, на которой брызгами нанесены зеленые пятна. Этакий пример зомби тематики, которая так популярна сейчас. На кнопке, которая имеет очень плавный и четкий ход, есть то, что не характерно механическим модам других компаний. Это переливающийся зеленый элемент, который по виду напоминает камень топаз. Так как механический мод гибридный, то регулировать положение аккумулятора здесь решили простым способом – о ринге. В наборе идет три разных по толщине о ринга, которые вы вставляете в кнопку, чтобы аккумулятор сидел в моде плотно и не дребезжал во время использования. Отличное, на наш взгляд, решение. Теперь про атомайзер. 454 Big Block, уникальная в своем роде RDA. Здесь есть лишь одна плюсовая стойка. В роли минусового контакта здесь используется сама база, которой намотка прижимается кольцом, который фиксируется четырьмя винтами. Решение инновационное, но требует определенной сноровки для ровного расположения намоток. Если с этим освоится, то здесь с легкостью можно устанавливать как одну, две или даже четыре намотки. Сама RDA скорее вкусовая. Испарительная камера не слишком большая, обдув хоть и регулируемый, но отверстия явно не дотягивают до мечты клаучезера. Однако их просто устанавливать под определенное количество намоток. Колодец тут глубокий, жидкости влезает с запасом и даже если наклонить мод с Big Block, то он вряд ли протечет. Окрашен он, как и сам мод, в черно-зеленую гамму, что в сумме дает гармоничный по внешнему виду сетап. У компании вообще много вариантов окраски как мода, так и атомайзера. Можно комбинировать и подобрать себе понравившийся. Одним словом, продумали до мелочей. А теперь из неприятных моментов. В некоторых экземплярах атомайзер очень туго накручивается в гибридный коннектор моды, что в итоге выливается в проблему его снятия. Без лишних тел движений не справятся. Плюс, внимательно следите за стойкой. При сильном воздействии на нее она может начать прокручиваться. Надо понимать, что это скорее вкусовой сетап, а значит про 0,6 кантал и толще следует забыть. Да и не нужен он тут, он может попросту не поместиться. Но если вам обычные намотки уже надоели, то смело ставьте в него Dual Clapton Coil, где поверх 0,3 кантала идет 0,1. Вкуса будет много. Вот такой получился сетап у американской компании Ravens Moon. Особенный, но не без недостатков. Более детальный обзор вы всегда можете прочитать на нашем сайте, а мы благодарим Babylon Vape Shop за предоставленный образец на обзор. Оставайтесь с нами, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова